НЕВЕРОЯТНЫЕ СОЮЗНИКИ Автор – Оилен Хит. Глава 42. Верхом на атомной бомбе. Геополитические изменения благотворно сказались на народном хозяйстве, прежде всего за счет сокращения военных расходов. Численность армии дополнительно сократили, часть военной техники поставили на базы хранения. Высвободившиеся средства пустили на жилищное строительство и производство товаров народного потребления. Изрядное количество средств, высвободившихся из военного бюджета, были отпущены на развитие науки, прежде всего на электронику, разработку новых материалов и на космос. Подготовка к перехвату астероида была существенно ускорена, генералы дали добро на использование части ядерного оружия для переделки в тягловые заряды. Оставшиеся невостребованными американские ядерные бомбы и боеголовки тоже пустили в дело. План дальнейшего освоения космоса предусматривал использование постоянно накапливающегося оружейного плутония. Параллельная работа по лунной программе не прекращалась, несмотря на радикальную смену партнеров. Принцесса Луна консультировала ученых и инженеров, рассказывая им все, что успела выяснить во время своего пребывания на Луне. Именно она первой подняла тревогу, почувствовав проблемы со здоровьем у главного конструктора. На очередной встрече с руководством страны принцесса отвела Никиту Сергеевича в сторону и негромко сообщила. Сергей Павлович болен, серьезно. У него опухоль в кишечнике пока небольшая. Еще можно все исправить, но он очень упрямый. Я пыталась поговорить с ним, но он отмахивался и не стал слушать. Заявлял, что сейчас некогда. Может быть, хоть вас послушает. Я подозрел, что это подобное. На самом деле, Хрущев не подозревал, он знал, что так и будет. И потому обеспокоенно посмотрел на принцессу. А как вы узнали? Он плохо выглядел в последнее время. Я заметила признаки болезни в ауре. Просканировала его организм диагностическим заклинанием. Ответила синяя ликорна. Конечно, я не дипломированный врач, но опыт магической диагностики и лечения у меня большой. Безусловно, его должны обследовать ваши врачи, хотя бы потому, что для них диагноз, поставленный синей орготой лошадью, вряд ли будет убедительным. Возможно, имеет смысл обследовать его совместно, задумчиво произнес первый секретарь. Это и для обмена медицинским опытом будет полезно. Он подозвал Ирис, что-то обсуждавшую с Келдышем и Лебедевым. Ирис, дорогая, нужна ваша помощь. Всем, чем могу. Приветливо открыт у нас Димикорн. Надо обследовать Сергея Павловича. Принцесса Луна обнаружила у него опухоль. Ваши врачи могут помочь? Конечно, но я бы еще рекомендовала привлечь кого-то из наших артефакторов, например, Стробери. Она сможет настроить стилус на обнаружение измененных клеток и обнаружить все метастазы, если они есть. Ничего себе, вы такое умеете. Стилус вообще довольно многофункциональный прибор, и его программную часть постоянно совершенствует наши техномаги, пояснила Ирис. Что же вы раньше-то не сказали? Это же сколько людей с онкологией можно было бы спасти. Так уже и спасли. В нашем НИИ спецтехнологии больше двухсот онкологических операций уже сделано, ответила Димикорн. Если только человек обращается не на терминальной стадии, с помощью стилуса удается найти метастазы и удалить. Так что пусть Сергей Павлович приезжает на обследование, я все организую. Осталось только этого упрямца уговорить, проворчала принцесса Луна. Уговорить Королева оказалось действительно непросто, но в итоге он все же приехал на обследование. Для осмотра и исследования собрали целый консилиум из лучших специалистов трех народов. Первый секретарь предупредил, что жизнь главного конструктора слишком ценна, чтобы рисковать потерять его из-за врачебной ошибки или несчастливой случайности. Артефактор Стробери провела стилусом над телом лежащего человека. Более двух десятков человек и пони с изумлением разглядывали возникшую прямо в воздухе трехмерную голографическую картинку, на которой ярким красным цветом было выделено небольшое новообразование в кишечнике. «Потрясающе! Вот бы нам такую диагностику!» Александр Александрович Вишневский склонился пониже, изучая картинку. «Здесь все новообразования подсвечиваются или только основное?» «Должны подсвечиваться все. Я именно так настраивала стилус», — ответил Адимикорн. «Обступившие изображения врачи негромко обменивались мнением. Похоже, что медостазов еще нет и вообще новообразование напоминает скорее полип». Однако же пациент жаловался на кровотечение из прямой кишки, и любое подобное новообразование в организме в итоге может оказаться злокачественным. Лучше не рисковать и удалить. Министр здравоохранения Мария Дмитриевна Ковригина вместе с Ирис, как допущенной к тайне, вместе изучали по присыленным документам все, что касалось состояния здоровья Королева. И теперь подсказывали Стробери, на что еще нужно обратить внимание. «Стробери, покажи теперь шею и нижнюю челюсть». Артефактор переместила стилус к голове пациента, меняя висящее в воздухе изображение. «Смотрите, на челюсти следы старого перелома, и, похоже, пациент не сможет открыть рот достаточно широко. Могут возникнуть проблемы с анестезией». «Думаю, с этим я могу помочь». В смотровую, изящно цокая копытцами, вошла принцесса ночи, облаченная в белый медицинский халат, белую шапочку и маску. «Я все-таки управляю сновидениями и умею усыплять пони. Полагаю, что смогу усыпить и человека». «Мы будем очень признательны за любую помощь, ваше высочество», — ответила Ковригина. «Что с опухолью? Я могу взглянуть?» — спросила принцесса. «Стробери, покажи еще раз». Артефактор переместила стилус, показывая изображение опухоли. «Метастазов не видно, опухоль небольшая. Может быть, нам ее просто телепортировать?» — предложила принцесса Луна. «Это будет намного быстрее и минимум повреждений для организма». «А что, так можно?» — Вишневский тут же заинтересовался. «Это совершенно новая и незнакомая для нас техника». «Можно, но надо убедиться, что стенки кишечника достаточно прочные. Резать и зашивать стенку кишки все равно придется», — пояснила Алоэ. «Стробери, протестируй прочность стенок кишечника в районе опухоли», — подсказала Ирис. «Сергей Павлович много возился с ракетными топливами, а это не самые полезные для здоровья вещества». Артефактор что-то поднастроило в стилусе, и изображение окрасилось плавно переходящими друг друга цветами от синего до красного. Причем красного было как-то подозрительно много. «Видите, стенки кишечника потеряли прочность. У меня есть опасение, что если вы удалите опухоль из стенки кишки, неважно каким способом, на ее месте останется, по-простому говоря, дырка, которую не удастся зашить. Потому что стенки кишки будут расползаться, как сопревшая тряпка», — пояснила Ирис. «Я, конечно, не врач, а всего лишь инженер, но я бы эту кишку целиком заменила». Алоэ говорила, что это возможно. Реальная проблема, с которой столкнулись врачи, оперируя Королева, примечание автора. «Интересно, чем и как?» — сомнением спросил Вишневский. «У нас разработана технология протезирования участков кишечника», — ответила Алоэ. «Хирургическое лечение таких заболеваний, как диффузный полиптоз толстой кишки, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, как у вас ее называют, и некоторых других приводит в ряде случаев к необходимости удаления всей толстой кишки. У нас практикуется способ, позволяющий упростить операцию при восстановлении естественной кишечной непрерывности после удаления всей толстой кишки. Часть толстой кишки замещают сосудистым протезом. Его пропитывают собственной кровью оперируемого. При этом сшивают протез с проксимальным концом с подвздошной кишкой, а дистальным концом с анальным каналом. Полагаю, прямую кишку можно будет протезировать сходным образом. Материалом для создания служит неоректум, сосудистый протез для аорты. После герметизации протеза коллагеновым каркасом на его внутреннюю поверхность транслируется культивированный тонкокишечный эпителий, взятый из дистальных отделов подвздошной кишки во время первого этапа операции. После осмотра я могу рассказать и показать подробнее. Реальная технология. Ссылка на патент в описании. Это было бы очень интересно. Вишневский почувствовал, что может научиться чему-то новому и тут же заинтересовался. Вы долго еще будете обсуждать мою задницу? Поинтересовался лежащий на смотровом столе лицом вниз Королев. Сколько понадобится, столько и будем обсуждать, строго ответила Ирис. В данный момент мы обсуждаем, как ее спасти, поэтому Сергей Павлович лежите смирно и не вякайте. Вам, между прочим, сама принцесса Луна собирается помочь с анастезией. Живо представив себе консилиум из людей и разноцветных лошадок, собравшийся вокруг него, Королев только хмыкнул. Так его так, змеялся Вишневский. Никакого уважения к авторитетам, понимаешь. Тут первый секретарь, принцесса и Ильхана его здоровье беспокоится, а он капризничает. Подготовка к операции заняла несколько недель, но благодаря тщательности этой подготовки, сама операция прошла успешно. Ее провели в автоматической операционной неиспецтехнологии. Программу составляли Док Оук вместе с Вишневским, который проводил на оборудовании демикорнов уже не первую и даже не сотую операцию. Протез участка кишечника подготовили вместе Алоэ и Техномагмудденсер. Принцесса Луна погрузила пациента в магический наркоз. Это было намного безопаснее обычного наркоза, учитывая проблемы с нижней челюстью, из-за которой Сергей Павлович не мог открыть рот достаточно широко, чтобы просунуть трубку. Вся хирургическая часть операции была сделана автоматически, включая установку протеза. Принцесса Ночи постоянно следила за работой сердца больного, поддерживая его своей магией. Проще говоря, электрическими импульсами. Разница с обычным кардиомонитором была в том, что Аликорна чутко ощущала малейшие изменения сердечного ритма и тут же корректировала их. Через несколько часов прооперированного больного увезли обратно в палату. Объединенными усилиями операция закончилась удачно. У постели Сергея Павловича дежурила медсестра Редхард. Ее рекомендовала Twilight Sparkle, назвав лучшей медсестрой в Эквестрии. Когда главный проснулся ото сна, наведенного принцессой луной, он увидел на стуле рядом с его кроватью задремавшую беленькую земную пони с розовой грифкой и меткой в виде красного креста с сердечками, белой шапочкой медперсонала. Едва он пошевелился, она проснулась и тут же спросила. «Здравствуйте, как вы себя чувствуете?» Сергей Павлович прислушался к ощущениям. «На удивление неплохо, только слабость во всем теле. От наркоза, наверное. А вы кто?» «Бедсестра Редхард, меня попросили поухаживать за вами. В первый день после операции вам нельзя ни есть, ни пить, извините». «Понимаю. Да я вроде не хочу почему-то». «Вы сейчас на парентальном питании. Питательные вещества подаются из капельницы прямо в кровь». Беленькая пони показала настоящую рядом капельницу. «А, вон она что. Один вопрос, почему за мной ухаживает пони?» – удивился главный конструктор. «Не подумайте, что я что-то имею против, просто непонятно». «Потому что у вас сложный характер», – обезоруживающе улыбнулась Редхард. «Обычную медсестру вы бы загоняли. Принцесса Твайлот решила, что пони вы пожалеете и не станете сильно придираться». Она попонячьи округлила глазки и посмотрела на него умоляющим взглядом, как ее проинструктировали. Королев даже смутился и покраснел. Ему еще ни разу так прямо не говорили ничего подобного. «Если хотите, я могу почитать вам вслух или привезу телевизор», – предложила медсестра. «Еще в палате есть радио, могу включить. Но вообще, вам лучше сейчас поспать для восстановления сил». «Спасибо. Может быть, позже. Сейчас посплю. Вы очень хорошая медсестра». Сергей Павлович улыбнулся. «Одна немного личная просьба. Только никому не говорите». «Ну, если это не что-то неприличное…» «Нет-нет, я могу сделать вам буб». Редхард от неожиданности порозовела и смущенно хихикнула. Потом пододвинулась мордочкой к его руке. Королев поднял руку и слегка коснулся пальцем ее мягкого носика. Буб. Медсестра расплылась в улыбке. Благоприятный первоначальный контакт с пациентом в ее работе значил очень многое и был важен для выздоровления. Пока главный конструктор восстанавливался после операции, подготовка к космическому полету не прекращалась ни на минуту. Экипаж корабля был определен еще год назад. Его возглавил Юрий Алексеевич Гагарин. Командиром запасного экипажа был Владимир Комаров. Экипажи были смешанные. В них входили и люди, и пони. Вторым пилотом в основном экипаже у Гагарина был Саарин, а в запасной на этот раз попал Рейнбоу Дэш. За подготовку основного корабля на этот раз отвечал Владимир Николаевич Челомей. На стартовой площадке в МИКе работали в основном его люди. Специалисты ОКБ-1 подготовили автоматический корабль, который должен был углубиться в астероид. В качестве спускаемого и высадочного аппарата был использован восьмиместный корабль Заря. В этой реальности также разработаны Челомей. 14F-70. Смотрите по ссылке в описании. Ключевым отличием от предыдущих стартов были твердотопливные ускорители, составляющие первую ступень. Над ними работали несколько лет, доводя до требуемых параметров рецептуру топлива и углерод-углеродный композит для критического сечения сопла. Все понимали, что управлять 16-ю жидкостными ракетами, на каждой из которых стояло по 7 двигателей, так, чтобы весь тот жуткий оркестр работал надежно и безотказно, не получится. Но зажечь одновременно 16 гигантских твердотопливных ускорителей было намного проще, а дальше физика горения твердого топлива сама обо всем позаботится. Было проведено множество наземных испытаний, несколько раз ускорители взрывались, когда в огромной топливной шашке из алюминизированного полибудодиена и перхлората аммония при отверждении или перевозке возникали трещины. Пришлось разработать систему диагностики до их обнаружения. Каждый ускоритель сам по себе развивал тягу большую, чем у самой мощной советской ракеты-носителя. 1202 тонны на старте и 1415 тонн на 20 секунде полета. Каждый весил 583 тонны. Их делали в расчете на модульность сборки, серийное производство и с перспективы многоразового использования. Цепляя по 2, 4, 6 таких ускорителей к различным центральным ступеням, можно было сделать целую линейку модульных ракет-носителей большой грузоподъемности. Работая вместе, 16 ускорителей были способны оторвать от стартового стола чудовищный груз в 19 тысяч тонн, включая 9 328 тонн собственной массы. Их задачей было вытащить корабль на высоту 43 километров. Там ускорители отделялись, поднимаясь по инерции на высоту в 76 километров, а затем опускались на парашютах, спрятанных в их конических носовых обтекателях для перезарядки и повторного использования. Сбросив ускорители, дальше корабль должен был лететь на основном приводе. Ничего фантастического. Описан реальный твердотопливный ускоритель системы Space Shuttle. Примечание автора. Первый атомно-импульсный планетолет собрали из отдельных модулей в монтажно-испытательном комплексе к концу 64-го года. После продолжительных обсуждений и перебора различных вариантов названий, с учетом специфики предстоящего полетного задания, кораблю дали имя «Надежда». После трех месяцев тщательных проверок в апреле 65-го года его вывезли на старт. Еще месяц заняла загрузка корабля тяглыми зарядами и установка твердотопливных ускорителей. Последние проверки прошли успешно. Несколько раз в огромной стальной раме, укрепленной над стартом на высоких решетчатых мачтах, открывали пространственно-временное окно. Наконец, в начале июня Челомея и Королев вместе доложили председателю государственной комиссии о готовности к старту. Экипаж поднялся на лифте, встроенном в башню обслуживания, и по переходному мостику прошел в кабину корабля. Все, связанное с экипажем, многократно отрабатывалось на тренажерах, и сейчас люди и пони молча заняли свои ложементы по стартовому расписанию. Юрий Алексеевич окинул быстрым взглядом товарищей по полету. Слева – спокойный и уравновешенный Адриан Николаев. Справа – слегка напуганный, но сосредоточенный Саарин. Позади и чуть выше, как обычно, веселый зубоскал Попович держал в обеих руках закованные в скафандры копытца двух кобылок. Смущенный белогривый флитфуд, еще одной участницы пилотажной группы Вандерболты. И невозмутимые серые Мод Пай, геолога экспедиции, от которого зависело очень многое. Пока шли последние предстартовые проверки, экипаж негромко переговорился между собой и с землей. Я Заря-1. Как самочувствие, Кедры? Заря-1, я Кедр-1. Самочувствие нормальное, ждем старта. Легкий мандраж есть, конечно, но справляемся. Пока все нормально. Старт через 30 минут. Ждите. Полчаса прошли в проверках оборудования корабля по чек-листам. Больше для того, чтобы занять экипаж делом. Кедры, я Заря-1. Начинаю отчет. Слова отчета размеренно падали в наступившей тишине. Не было ставшего привычным при стартах жидкостных ракет доклада продувка, и его отсутствие воспринималось странно. Контакт. Есть контакт. Зажигание. Махина надежды содрогнулась, несмотря на все 19 тысяч тонн полной массы. В кольцевом газоотводном канале забилось ревущее дымное пламя. Предварительное. Кола скачнулся, когда 16 твердотопливных ускорителей с разницей в считанные доли секунды вышли на режим. Промежуточное. Открыть окно. Окно открыто. Счастливые пути, Кедры. Главное, подъем. Есть контакт подъема. Корабль со старта ушел. Пульт в исходном. Входит в окно. Связь с экипажем прервана. Влетев в пространственно-временное окно, сразу после отрыва от стартового стола, корабль перенесся на другую линию времени. Здесь, над длинными пиками северных гор, рамы окна держали за углы четыре привязных аэростата. Корабль проскользнул сквозь зелено-светящаяся марева. Аэростаты смяло и разбросало в стороны, как только огромные факелы ускорителей прошли плоскость окна, оказавшись в эквестрии. Экипаж в спускаемом аппарате вжала в противоперегрузочные кресла. «Вот это мощь!» Николаев указал на камеры заднего обзора, где в клубах дыма обушевало чудовищное пламя. «Кедры! Говорит Аврора! Ведем вас в телескоп! Как меня слышите?» Из динамиков донесся взволнованный голос принцессы Кейденс. «Слышим вас хорошо, Аврора! Связь устойчивая!» Телескоп на самом деле был кинетей аделитом, установленным вместе с антенной на площадке в шпиле кристального замка. Надежда с нарастающей скоростью продолжала свой подъем, с ревом разрывая холодное, затянутое низкими серыми облаками небо. «Кедры! Я Аврора! Говорит Шайнин Кармор! Больше не видим вас! Мешает облачность!» «Хорошо, Аврора! Скоро переходим на импульсный привод! Берегите глаза на всякий случай!» Скорость подъема слегка замедлилась, чтобы снизить аэродинамическую нагрузку. Так, есть зеленые. Индикаторы амортизаторов показали, что ускорение упало и можно запускать ядерно-импульсный привод. Ждем отделения ускорителей. Высота 40, 41, 42, 43. Есть разделение. 16 ускорителей отделились и разошлись в стороны дымящимся цветком, продолжая по инерции подниматься все выше и выше. Ну, дальше на своих. Юрий Алексеевич вдавил рифленую клавишу активации привода. Далеко внизу, в титаническом чреве корабля, в первый раз лязгнула карусель. Разгонный заряд выбросил бочонок тяглового заряда сквозь центральное отверстие в плите. Клапан тут же заткнул его, не давая продуктам взрыва пройти внутрь. Вспыхнуло. Мощный толчок в спину бросил всех вперед. Еще удар снизу. И еще. Это не было похоже на постоянную вибрацию при старте ракеты. Каждые две секунды в сотни метров под опорной плитой вспыхивал огненный шар маломощного ядерного взрыва. Волна раскаленной плазмы била в плиту, испаряя охладитель и заставляя амортизатор сжиматься, плавно передавая ускорение громадине корабля. Взрывы разорвали облака и блокировали радиосвязь с Кристальной Империей. Ускорение опять вжало всех в кресло. Стрелки расхода охлаждающей жидкости щита выползли из нулевого положения и задрожали в зеленой зоне номинального режима. Температура в норме. Уровень радиации норма. Расход зарядов норма. Первая, вторая и третья ветви запуска зарядов норма. Летим! Летим на этой чертовой бочке! В зависимости от фазы полета силу взрывов можно было варьировать, укладывая в карусель заряды нужной мощности в нужном порядке. Во время полета в атмосфере взрывали маломощные заряды по одной килотонне, но более часто. Выйдя на высоту около 100 километров, перешли на все более редкие взрывы зарядов. Сначала по 5 килотонн, затем по 10 и 20 килотонн. Такая схема позволяла экономить заряды. Реально просчитанная схема разгона атомно-импульсного корабля «Орион». По ссылочке в описании. Корабль поднимался над северными горами в достаточно высоких широтах, чтобы затем сразу обойти по периферии область наиболее опасной радиации внутреннего радиационного пояса, летя по траектории, похожей на траекторию АМС, Луна-3 или Аполлонов. Астероид обращался вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите. При старте с Земли проще всего было догнать его, когда он замедлялся на восходящей ветви орбиты, чтобы затем, в апогее, дать импульс для изменения траектории астероида.